Есть еще одна такая, ну, будем говорить, дорога, путь, который выбирает человек, предположим. Ну, откуда берутся болезни, об этом можно реально говорить очень много. Я уверен в одном из многих факторов, что на самом деле болезни сначала появляются на духовном уровне, а потом появляются на физическом, потому что это единственное, пожалуй, с чем соглашаются все. И для того, чтобы избавиться от болезни, нужно избавиться от каких-то духовных проблем, собственных, внутренних. Но одна из самых основных духовных проблем — это проблема бунта против обстоятельств. То есть к человеку приходит болезнь, и он начинает сопротивляться болезни. Но сопротивляться обстоятельствам — это в первую очередь бунтовать против того, кто эти обстоятельства допустил. Мы не к этому призваны. Мы должны убрать из головы сценарий, который называется «так должно быть». Оно так должно быть по-нашему. Нужно убрать этот сценарий из своей головы и начать мыслить, как это должно было бы быть по-божьему. И когда Бог приносит свои коррективы в то, что мы делаем сегодня с нашей жизнью, в нашей жизни начинают рушиться все эти шаблоны. Смотрите, простой пример. Нааман, который пришел к пророку, он вообще рассчитывал, наверное, что его там сейчас будут обходить, там будут какие-то там... В нашем воспроизведении не иман. Он не иман, но он вообще на самом деле нааман, красавчик. Ну, большая часть на русском читает. Да, он, ну, неважно, да, он красавчик переводится. Нааман красавчик. По-моему, он верный, нет? Нааман нервный. Верный. Нааман красавчик. Ну, короче говоря, у него был шаблон какой, что сейчас придет пророк и будет там... Так кто пришел, красавчик или верный? Пришел красавчик. Да. Пришел красавчик и говорит, там, помажьте меня, там, потанцуйте вокруг меня, там, благословите меня, я исцелюсь. На самом деле... Ну, пришел, как красавчик. Ну, понятно. А Елисей, как бы, ну, он... У него такое было помазание, что он мог вообще... Ну, вы знаете, что Илья помолился, и дождь там прекратился на три года. А у Елисея дважды было помазание. Там он мог просто вот так сделать, и он исцелится. Но, тем не менее, он ему сказал, что нужно делать. И его шаблон был разрушен, потому что он... Пророк к нему не вышел. Значит, все пошло не так, как нужно. И поэтому исцеления не будет. На самом деле, ему в раб уже пришел, сказал, слушай, слушай, ну, что тебе стоит? Пойди уже окунись ты в этот Иордан. Гордыню. Да, гордыню. И когда вот этот шаблон, он сам у себя в голове разрушил, пошел и сделал то, чего он не предполагал, у него все восстановилось. В таких шаблонах мы видим целую кучу в Библии. Человеку очень сложно, да. Я имею в виду, вот эта гордыня мешает многим. Да, вот даже дело не в гордыне, да, бывает. Вот больной, который приезжал 38 лет, не знаем, как его зовут, даже, да, тут красавчик был, а то не знаем, как зовут. 38 лет пролежал возле купальни, уже Бог пришел, хочу, говорит, исцелить тебя, а у него шаблон, нужно еще кому-то рассказать, почему у него до сих пор не было исцеления. Это шаблон. И не только. Он ждал исцеления, что кто-то должен его спустить. Это был путь единственный, как он думал, как он может исцелить. А как он его спустит, если он ему не расскажет о своих проблемах? Ну вот, да. У него такой шаблон. И представляете, он 38 лет живет с этим шаблоном. Приходит Бог и в момент его исцеляет, потому что нужно поменять шаблон. И вот этот шаблон, который мы выстрелили в своей голове, он является одной из причин духовных проблем. Мы думаем, что вот так должно быть, но мы забываем, что не мы создали этот свет, не мы создали этот мир, не мы создали эти правила. И опять же, возвращаясь к книге Иова, Бог обличает Иова, он говорит, послушай, ну попробуй кита, заставь что-нибудь сделать. Ты можешь это сделать? Нет, а я могу, потому что я его создал. Нужно отдать себе отчет в том, что мы играем не на своем поле. Мы играем на поле Бога Всевышнего, который все от начала до конца распланировал, и он начало и конец. Мы должны просто встать на его пути, мы должны исповедовать его волю. И вот эта молитва, о которой мы говорим, будет воля твоя на земле, как на небе, она должна быть действительно на земле, как на небе, а не на небе, как на земле. Не мы должны диктовать свою волю Богу, а Бог должен диктовать свою волю нам. Вот это и называется, смиритесь под крепкую руку Божью, противостаньте дьяволу и бежит от вас.